Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, что такое красочный парад гвардейских войск и как он проходит в Лондоне. В середине июня королева Великобритании официально отмечает свой день рождения, выезжая в карете на просмотр королевских войск. Монарх вместе со всеми королевскими членами семьи едет по улице Молл в конный двор в Уайтхолле, где принимает парад гвардейцев, военных оркестров и конной артиллерии. Елизавета II родилась 21 апреля, но этот день она проводит в семейном кругу, слушая из Букингемского дворца праздничный салют в ее честь, о котором я вам рассказывала в апреле этого года, смотрите в этом ролике. Однако второй раз она празднует свой день рождения в середине июня. Традиция дважды праздновать королевский день рождения зародилась в связи с лондонской непогодой. Этот обычай в начале 20 века установил предок нынешней королевы Эдуард VII. Рожденный в ноябре, он решил отложить празднование до лета, которое в Англии случается в основном в июне. Мероприятие под названием «Красочный парад гвардейских войск» намечается на первую, вторую или третью неделю летнего месяца по выбору именинника. Построение и развод праздничного парада считается самым знаменитым британским шоу во всем мире, посмотреть на которое съезжаются тысячи людей. Вместе со зрителями, приглашенными по выигранным в лотерею билетам, королева наблюдает за выносом знамени на военном плацу. Это темно-красное полотнище с изображениями короны и нашитыми на него желтыми ленточками с указаниями битв и сражений, в которых принимали участие военнослужащие полка. После парада королева со свитой следует в Пукингемский дворец, где с балкона наблюдает за военно-воздушным шоу в ее честь. Впервые я попала на парад в 2011 году, в мой первый год проживания в Лондоне, когда я уже работала на московское гламурное издание Main People. И они отправили меня снимать этот парад. Я пришла туда, увидела, что люди заходят в область, где будет проходить этот парад и начала фотографировать их. Ну, так как для гламурного журнала важно было показать людей в костюмах, в шляпках, в смокингах и так далее. После этого, когда уже всех перестали запускать, я пошла на улицу Демол, это основная улица, которая ведет к Букингемскому дворцу. И там увидела, что едут Кейт, Миддлтон, королева, принц Гарри, Камила и так далее. И впервые в жизни на этом параде я увидела королевских персон. После чего, в принципе, отсняв вот этот вот проезд, я не знала, что они будут возвращаться, что они будут выходить на балкон. Я ушла домой и отправила фотографии уже в свой журнал. После этого практически каждый год я посещала этот парад, за исключением, по-моему, 2012 года, когда я улетела в этот период в Россию. И уже знала, что они едут обратно, что они выходят на балкон. Но не всегда можно попасть в область перед балконом, чтобы сфотографировать королевскую семью и увидеть вообще их на балконе. Это очень сложно сделать, надо знать пути, как туда пробраться. Не всегда даже мне удавалось туда попасть из-за того, что полиция открывает выход для простой публики. В каких-то местах они оставляют закрытыми ворота, и тогда уже никак не попасть на эту площадь перед Букингемским дворцом и не увидеть королевскую семью. Но зато можно увидеть самолеты, которые пролетают над дворцом, поздравляя королеву с днём рождения. На репетиции того, что происходит на плацу, я была однажды, на эту репетицию тоже продаются билеты по выигранным лотереям. То есть для того, чтобы попасть на мероприятие или на репетицию этого мероприятия, надо сделать заявку на то, что ты хочешь участвовать в лотерее, чтобы выиграть возможность купить билет на это мероприятие. Это называется болот, об этом я уже рассказывала про болот на Wimbledon, смотрите вот в этом ролике. Такие болоты часто происходят в Великобритании для того, чтобы уменьшить количество заявок, уменьшить количество желающих купить билеты. Билетов хватает не на всех, и только тот, кто выиграет в лотерею, может приобрести его. Я же просто нечаянно вместе с моим другом итальянцем, с которым мы тогда учились в английской школе, пошли в Сан-Джеймс-Парк. И как раз в это время проходила репетиция этого парада, точнее должна была начаться. И мимо нас проходит какой-то джентльмен и говорит, ребята, вы не хотите попасть на репетицию этого шоу? Мы говорим, да, хотим. Он говорит, у меня два лишних билета осталось, мне мой сын дал, который как раз участвует в этом параде в качестве гвардейца, пошли с нами. И мы пошли вместе с ним, с его семьей и сели и посмотрели этот парад. Все то же самое, что происходит на параде, происходило на репетиции, кроме того, что не было королевы и королевской семьи. То есть пустые кареты проезжали, приезжали, как бы отчитывали время, что королева спускается, идет в свою ложу, смотрит и так далее. В общем, абсолютно все мы увидели, что происходит на самом параде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На сам парад я никогда не выигрывала билеты, мне в этом плане не повезло. Ну и ладно. Зато каждый раз, каждый год я вижу, как проезжает королевская семья, и все эти видео и фотографии, которые мне удается снять, продаются очень хорошо. Поэтому я и хожу часто и по возможности снимать королевскую семью, потому что это самый продаваемый продукт у фотографов. Даже несмотря на то, что огромная конкуренция и все пытаются сфотографировать и Кейт Миддлтон, и королеву, и принца Вильяма, если ты сфотографировал, если ты снял, если ты отправил, ты обязательно что-либо получишь с этого мероприятия, какую-либо денежку. Поэтому вот так вот, такими методами я старалась подрабатывать и зарабатывать себе на булавки, так скажем. К сожалению, в этом году парад отменили, и неизвестно, будет ли проходить он в следующем году, и вообще, как все повернется в наше время после того, как пандемия коронавируса закончится, ничего неизвестно, непонятно. Но мы с нетерпением будем ждать следующий июнь, и будем надеяться, что увидим королеву живую и здоровую со всеми королевскими членами семьи на этом красочном параде в следующем году. КОНЕЦ Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok